Большое спасибо, Адель Федоровна, Игорь Викторович, дорогие коллеги. Мы вообще на каждом форуме стараемся обозначить наши успехи. И вот из формы форум мы говорим о том, что в этом разделе онкогинекологии или в другом разделе у нас имеются те или иные достижения. Я занимаюсь очень долго проблемой скрининга и реализацией скрининга гинекологического рака. Еще в тех учреждениях, где я раньше работал, а именно в институте Герцена и дальше в центре линейной радиологии, я попытался все-таки осмыслить и понять, в чем наши неуспехи. Потому что мы все давно в онкогинекологии и можем абсолютно с чистой совестью сказать, что очень многие успехи, о которых мы говорим, это не успехи, это такая вот мантра, которая, в принципе, принята, но на самом деле успехов-то особых нет. И вот скрининг – одна из тех, так сказать, составляющих, где сегодня нужно все-таки обозначить, в чем нам не удалось и во многих странах, не только у нас, не удалось реализовать скрининг гинекологического рака и, в частности, в большей степени рак шейхи-матки, где вот эти вот корни этих неудач. Потому что, понимая корни неудач, мы, наверное, в перспективе в будущем смогли бы выстроить так скрининг, чтобы он приносил больше отдачи, больше имел бы действительных успехов, а не мнимых. Потому что в зоне скрининга очень много мифов и такого вот, знаете, упорного недопонимания. Вот еще в 68-м году, в 1968-м году, так, что-то не показывает у меня. Не переключается, да? Да, вот. В 68-м году Всемирная организация здравоохранения были обозначены, так сказать, условия выполнения популяционного скрининга. И вот здесь я, так сказать, потрачу время небольшое, но все-таки это перечислю, потому что это является фундаментом, так сказать, реализации, условия реализации любого популяционного скрининга. Заболевания, являющиеся объектом изучения, должны быть важной проблемой здравоохранения. Должно существовать достаточно эффективное лечение больных с выявленной при скрининге заболеваниями. Должны иметься возможности для дальнейшего уточнения и верификации диагноза, а также лечения. Заболевание должно иметь ясно распознаваемую приклиническую фазу. Должен существовать эффективный высокочувствительный скрининговый тест или исследовательский метод, регистрирующий ранний этап развития заболевания. Метод обследования должен быть приемлем для популяции. Я здесь вспоминаю слова Ян Владимировича Бухмана, который говорил, что скрининг должен быть простым, как хозяйственное мыло. В течение заболевания и развитие от приклинической до клинической фазы должно быть достаточно изученным. Должна существовать общепринятая стратегия в отношении лечения пациента. Затраты на больных, включая скрининг, уточнение диагноза и лечение, должны быть экономически оправданы в отношении общих затрат национальной службы здравоохранения. Мы видим, что здесь сконцентрирована не только клиническая, чисто медицинская часть этой проблемы, но здесь и фундаментальная часть этой проблемы сконцентрирована. И сконцентрирована социальная часть этой проблемы, потому что заболевание, являющееся объектом изучения, должно быть важной проблемой здравоохранения. И, наконец, здесь есть еще очень важная экономическая составляющая. Поэтому, когда мы, врачи, говорим о скрининге, мы, по сути дела, говорим только о скрининговом тесте или методе, и считаем, что если имеется высокоэффективный скрининговый тест, то это уже реализация скрининга. Отнюдь нет. Это только начало. И дальнейшее движение в этой проблеме должно быть абсолютно реализовано по всем этим обозначенным позициям. Если какая-либо часть этой позиции не ясна, не продумана, то скрининг обречен на неудачу. И, по сути дела, мы в истории скрининга знаем только, по сути дела, две страны, которые реализовали скрининг. Но некоторые страны в меньшей мере, но классические, это Финляндия и Великобритания, которая сумела реализовать скрининг. У нас в стране скрининг был реализован, и низкий поклон, конечно, этим выдающимся нашим ученым, которые это сумели сделать. И в этой проблеме работал Ян Владимирович Бохман, и профессор Деражне, это Октябрьская железная дорога. И Наталья Ивановна Шуваева с ее командой в институте Герсона на модели фронтического района города Москвы. И в Удмуртии, это 70-е годы, где удалось все. Я, к примеру, реализация скрининга, если кто-то знает, то я был бы счастлив познакомиться с этими данными. Но, по сути дела, то, что в истории скрининга можно обозначить как наиболее реализуемую модель, это то, что я вам обозначил. Теперь, говоря о скрининге, мы должны понимать, что заболевание, являющееся объектом изучения, должно быть важной проблемой для нашего здравоохранения. Она должна иметь высокую заболеваемость чрезвычайную или высокий уровень смертности. Мы видим, что если взять рак шейки матки, то, по сути дела, в 2019 году он у нас находится на пятом месте после молочной железы кожи, тела матки, ободочной кишки. А по смертности рак шейки матки занимает десятое место. И, в принципе, эти данные говорят о том, что проблема рака шейки матки, ее частота несколько уменьшилась. Вот если сравнить с 70-е годы, когда больных раком шейки матки было минимальное количество, порядка около 6 тысяч, а в целом 5 локализаций рака репродуктивных органов составили 42 766 человек, это на данные 1970 года, то уже в 2019 году, вы посмотрите, более 130 тысяч больных, это больные четырьмя локализациями рака репродуктивных органов. И шейка матки, если она в 70-м году, доля рака шейки матки была 45%, то доля рака шейки матки в 2019 году составила всего 13%. Вот вам остатка проблемы. Она достаточно снивелирована тем, что резко возросли другие локализации, в частности молочная железа, эндометрия. Но здесь есть еще другой момент, который социально значим. Как мы знаем, часть гинекологического рака имеет некоторую тенденцию к омоложению, и рак шейки матки наиболее иллюстративен в этом направлении. И мы видим, что удельный вес больных до 40 лет с раком шейки матки создает 39%, молочная железа 42%. То есть рак шейки матки сохраняет у молодых женщин свою доминирующую роль, и мы в этой проблеме теряем больных. Вы посмотрите, динамика заболевания с раком шейки матки в возрастной группе до 30 лет. Это самый молодой возраст женщины. Мы видим, что за последние 30 лет заболеваемость увеличилась в 6 раз. Существенный вообще рост заболеваемости в этой возрастной группе. И мы сегодня, здесь все присутствуют, ведущие наши онкогинекологи, и они не дадут мне, так сказать, быть неточным. В отделении, в онкогинекологическом отделении, значительная часть больных, это больные до 25 лет. Хотя раньше, в 70-х годах, это была козуистика, рак шейки матки в 30 лет. Поэтому, вы видите, как изменилась тенденция заболеваемости, ее, так сказать, основные такие вот социально значимые параметры. Мы имеем репродуктивные потери в этом возрасте. А вы посмотрите, при том, что мы сегодня говорим об успехах в лечении онкологических процессов, и при том арсенале средств, которые сегодня имеются в этом плане, мы теряем в два раза больше больных раком шейки матки. Смертность увеличилась в этой возрастной группе в два раза. То есть больные, которые поступают на лечение, они поступают с запущенными стадиями. Львиная доля больных, это больные, особенно до 20-30 лет, это преимущество больных с третьей-четвертой стадии заболевания. Здесь какие бы эффективные методы лечения мы бы ни применяли, они не работают. Они не дают нам возможность вытащить пациентку в зону более благоприятного прогноза. У нас в 2019 году от рака шейки матки погибло 836 женщин до 40 лет. У нас материнская смертность в 2019 году была 166 женщин по всей стране. А от рака шейки матки до 40 лет погибло 836. Если добавить туда еще и больные раком молочной железы, раком эндонета и так далее, то мы получим порядка 3000 женщин до 40 лет, которые погибают от 4 локализаций гинекологического рака. Вот где проблема, вот где беда, с которой нужно как-то работать, что-то делать. И я считаю, что понимание вот этих вот острых моментов в нашей статистике, оно за собой несет очень важное такое осмысление для того, чтобы, может быть, перестроить и организационные, и научные масса других наших задач и планов и сконцентрироваться вот на этих животрепещущих моментах, которые сегодня мы имеем, к сожалению. Теперь говоря о методологии. И это написал великолепно Леопольд Косс, это гуру скрининга, который под занавес своей жизни, а он прожил более 90 лет, он в известной своей статье «Триумф и трагедия скрининга по Папу Николаеву». Он обозначил, что цитологический метод ПАП-тест, он в зоне ранней диагностики плохо работает. Чувствительность его достаточно низкая, специфичность достаточно низкая. Он не соответствует тем критериям, которые необходимы для того, чтобы он рассматривался в рамках скрининга, поэтому-то и такие вот движения вообще в классификации, так сказать, ПАП-теста появилось, и появились другие методы, жидкостная цитология и так далее, потому что нужно было увеличить чувствительность цитологического метода, увеличить ПАП-тест, и поэтому, конечно, он до сих пор остается такой камнем претеномения, такой хресовой пятой, который не позволяет все-таки скрининг вывести более эффективные рельсы. И вот здесь те исследования, которые были выполнены еще в 90-х годах, показывают, что в рамках ЦИН-1, ЦИН-3 чувствительность его достаточно низкая. Теперь говоря об экономической стороне проблемы. Вот мы посчитали вместе с Академией народного хозяйства и управления, так сказать, при Администрации президента Российской Федерации, во что выливается лечение в 2019 году порядка 17 тысяч больных раком шейки матки, и что нам дает скрининг. И мы видим, что затраты, которые мы привносим в отношении скрининга, они намного превышают те затраты, которые у нас уходят на лечение этих 17 тысяч больных. То есть соотношение цена и качество в сторону того, что скрининг не выдерживает критики, поэтому необходимы крупные капиталовложения для реализации полноценного скрининга. Без этого скрининг не может состояться. Поэтому сегодня очень многие специалисты, занимающиеся скринингом, они делят скрининг на скрининг в зоне высокоразвитых стран и скрининг в зоне стран со средней и низкой экономикой. Я не буду комментировать, к какой категории стран мы относимся, но должен сказать, что, конечно, те финансовые, экономические вложения, которые сегодня подразумеваются, не выделены, а подразумеваются еще в отношении скрининга, они, конечно, в десятки раз меньше, чем это необходимо для того, чтобы мы говорили о популяционном, таком широкомасштабном скрининге в нашей стране. Ну и, конечно, вот этот потрясающий слайд, который показывает соотношение охвата, процента охвата, показывает уровень смертности, это стандартизованные показатели и заболеваемости раком шейки матки. И мы видим, что в странах, где имеется высокий охват, о которых я говорил, Финляндия, Англия, где 93, 83% охвата, и в странах, где охват достаточно низкий, это Испания, 27% охвата, даже пускай Германия, 50% охвата, заболеваемость практически на том уровне, что и в Испании даже меньше, ну практически так, смертность даже меньше в Испании, чем в Финляндии и в Англии. Поэтому мы видим, что, по сути дела, реализованный скрининг, он практически не изменил ситуацию, сколько-нибудь значимо, заболеваемости и смертности от рака шейки матки. И вот данные наших российских коллег показывают, что масса смертности, она 5,1, будем считать, в то время как в Англии такой же уровень смертности. Поэтому, опять же, надо понимать, если мы хотим реализовать скрининг, чего мы хотим добиться. Вот мне кажется, что вот такой широкопопуляционный скрининг, он сегодня неуместен абсолютно. Нам необходимо думать о том, как спасти, как предотвратить развитие инвазивного рака в группе молодых пациенток, там, где мы имеем достаточно существенные репродуктивные потери, и там, где более рационально, более рентабельно можно реализовать те небольшие экономические потенциалы, которые, в общем-то, государство выделяет на диспансеризацию и на скрининг. Ну и, конечно, потрясающая работа 19-го года североамериканских онкогинекологов, которые, дословно переводят, любая модель профилактики или скрининга предполагают агрессивные глобальные программы реализации, которые, вероятно, невозможны ни с логистической, ни с политической точки зрения, особенно в экономически слабо развитых странах. Следовательно, даже в ситуации при глобальной мобилизации сил и средств для профилактики и скрининга рака шейки матки в обозримом будущем невозможно достигнуть и реализовать основную цель предупредить развитие инвазивного рака шейки матки. И далее. Кроме того, такие термины, как эрадикация и элиминация, предпочитительно не использовать. Но если они необходимы, их следует использовать с осторожностью и объясним, что они не означают стопроцентное предотвращение. Невералистичные ожидания приводят к чрезмерному использованию ресурсов, например, скрининг девушек-подростков, скрининг женщин в возрасте 65 лет и старше с отрицательными результатами скрининга и вакцинация пожилых женщин, неэффективности затрат, например, одновременно тест на ВПЧ социологическое исследование по сравнению с первичным ПАП-тестом. То есть люди прошли через все это, еще раз осмыслили, и они поняли, где могут скрываться вот эти подводные камни неэффективного скрининга и неэффективных затрат. И поэтому они даже в своих работах тоже выделяют, что нужно дифференцировать скрининг для более высокоразвитых стран, где экономические затраты не столь ощутимы для общего национального движения и для стран с низкой экономикой. И вот последняя работа, еще раз, на модели скрининга в Швейцарии, которые с 2000 по 2014 год провели и выяснили, что три важных вывода. Частота тяжелого дисплазии выросла на 130%. Частота рака шейки матки не изменилась. И более 50% конизации оказались ненужными. Это ятрогенные последствия. И мы сегодня имеем в этой зоне очень много проблем, связанных с бесплодием, в связи с активной работой шейки матки, с невыношением беременности, с преждевременными родами. Масса проблем, которые за собой несут вот эти вот ненужные конизации шейки матки. И вот, пожалуйста, здесь показано, что при ЦИНТРе от 12, по некоторым данным, до 15% ЦИНТРе дальше прогрессирует в инвазивную карциному. Все остальное или стабильно не двигается в сторону инвазивного процесса, или регрессирует. Еще больше эти данные, еще более, к 4, 2, при ЦИН-1 и ЦИН-2. То есть нам сегодня важно не только говорить о ранней диагностике рака шейки матки, но сегодня актуально говорить о том, что мы иногда сами своими усилиями такими чрезмерными мы портим популяцию молодых девушек, женщин, не даем им возможность нормально реализовать свою репродуктивную функцию. Поэтому здесь проблема, она как бы дуалистическая, которую нужно понимать и в той, и в другой части. Это мне сегодня особенно близко, потому что мы работаем в зоне Центра акушесо-гинекологии, где каждый день встречаемся с последствием таких активных вмешательств на шейке матки. Ну и говоря о скейнинге рака эндометрия. Вы все, мои коллеги, хорошо знаете, что еще в 90-х годах мы этим вопросом очень занимались. Но опять же, и существует потрясающий скейнинговый тест. Это ультразвуковая диагностика трансвагинальной эхографии, которая имеет очень высокую чувствительность, потрясающую, 92%. Специфичность 94%. И если разделить этот скейнинг на два этапа, за которыми идет еще аспирационная биопсия, которая тоже имеет очень высокую чувствительность и специфичность, то, по сути дела, рак эндометрия очень легко в постменопаузе рано диагностировать. Но здесь, посмотрите, в этой проблеме где-нибудь удалось популяционно реализовать скейнинг рака эндометрия. Хотя эти данные всем известны, это очень мировые данные. То есть мы не уникальны в этом вопросе. Об этом сотни работ имеются. Но как только начинаешь соотносить проблему рака эндометрия с теми девяти позициями популяционного скейнинга, он опять не влезает. Опять имеются белые пятна, которые не реализованы в этой проблеме. А значит, если они не реализованы, то не реализован будет и популяционный скейнинг. Такая же, не буду говорить, потому что здесь очень много работы, и всяких дискуссий в отношении скейнинга рака яичников. Да, милые мои, рака яичников настолько пёстрое заболевание, настолько заболевание, которое не имеет во многих ситуациях ясно распознаваемую приклиническую фазу. И так далее. Пойдём по этим же позициям, просмотрим, и мы поймём, что вообще говорить о скейнингах рака яичников не только преждевременно, но и, в общем, несерьёзно. Ну и, конечно, скрининг генетически детерминированных. Сегодня об этом тоже много говорится. Об версии ассоциированных процессов, там, о других ассоциированных генетически детерминированных процессах. Но не влезает они в понимание скрининга. Никаким образом. Мы хотим, наверное, как-то обозначить раннюю диагностику. Но нужно её обозначать несколькими другими словами, а не словом «скрининг», потому что скрининг даже в этой ситуации, он нереализуем ни с экономической точки зрения, ни с точки зрения методологии, ни с точки зрения организации. Поэтому, завершая своё выступление, я бы хотел обратиться к словам известного французского режиссёра, новеллиста, журналиста Альберта Камню, который сказал, что заблуждения радостны, истина страшна. Вот мы находимся в зоне радостных заблуждений, и пора, наверное, всё-таки посмотреть в сторону этой страшной истины, потому что трезвая оценка ситуации является более продуктивной, нежели радостные заблуждения. Спасибо за внимание.